Всем привет, с вами Bassett. На этой неделе произошло чудо, российский игропром воспрянул от многолетнего сна и подарил миру новую ролевую игру под названием Kings Bounty 2. Вот это поворот! И сегодня мы попробуем с вами более-менее объективно поговорить про этот проект. Стоит ли её покупать и пробовать, насколько она хороша и связана ли она вообще как-то с серией Kings Bounty, несмотря на своё название. В этот раз мы не будем сильно уходить в дебри истории, но всё-таки нужно сказать немного про легенду отечественного игропрома, которая, извините за дату автологию, называлась Kings Bounty и легенда о рыцаре. Сразу скажу, я знаю, что была ещё одна Kings Bounty в 90-х, но когда я буду использовать словосочетание оригинальной игры, я буду равняться именно на легенду о рыцаре, потому что на неё явно равнялись разработчики, это отечественная игра, и это, наверное, именно та часть Kings Bounty, которую знают большинство из моих зрителей и вообще большинство игроков в целом. Я вообще пошаговые стратегии люблю далеко не так сильно, как, например, РТС или другие жанры в принципе, но это была одна из тех игр, которая могла меня затянуть на недели и погрузить в этот красочный и душевный мир рыцарей, драконов, ниши и приключений прямо-таки с головой. Я был готов её облизывать в детстве, проходить и перепроходить очень много раз. И для меня Kings Bounty до сих пор вообще остаётся любимой пошаговой стратегией. В ней было практически всё, что мне нравится в таких играх. Высокая, но при этом понятная и адекватная сложность, интересная система прокачки, кое-какая там нелинейность прохождения, красивый визуал и очень приятная музыка. Я обязательно сделаю отдельное видео про Kings Bounty легенда о рыцаре, ну а пока давайте двигаться дальше. Нужно сказать, что сама Kings Bounty была достаточно успешной. В коммерческом плане она была популярной, и у неё было очень много разных DLC. Это была и Принцесса в доспехах, Перекрёстки миров, Войн севера, Тёмная сторона. Нельзя, конечно, при этом сказать, что эти DLC как-то вот серьёзно меняли игру, хотя, конечно, некоторые приятные фишки были, как, например, супербоссы, которые появились только в Принцессе в доспехах. Но фан-база игры, понятное дело, ждала и жаждала, я бы сказал, очень такого хорошего, качественного продолжения любимой серии игр. И вот, наконец-таки, это продолжение анонсируют в 2012 году. Однако, в этот раз разработкой, в отличие от первых частей серии, занимаются не Katari Interactive, а 1S Game Studios. Обычно я немного с недоверием отношусь к смене разработчиков, но в этот раз, надо признать, худшие мои опасения не подтвердились. Однако, всё же, для этого ролика мне прям безумно хотелось взять какую-нибудь заставку ФБК и написать, а на вам не Kings Bounty расследование Бассета, там, знаете, и всё в таком духе. И сейчас я буду постепенно объяснять, почему я так думаю. Kings Bounty 2 начинается с классического и уже немного заезженного сюжета любой фэнтези игры, книги, фильмы и так далее. То есть, есть какое-то государство на неком континенте Нострия, у которого случается катастрофа во внутренней политике. С одной стороны, по стране ходит какая-то эпидемия непонятной погибели, толпы беженцев устремляются к столице, а с другой появляются также сепаратистские настроения, какие-то проблемы с единством, стабильностью государства, бандиты, разбойники и так далее. И, как всегда, наш герой оказывается в центре заварушки, его обвиняют в смерти короля от неизвестной болезни, ну и так далее и тому подобное, и нам надо решать проблемы царства и государства. В целом, придираться к сюжету было бы странно, потому что в той же оригинальной Kings Bounty он вообще был завязан на похищении принцессы драконом, и там какого-то, знаете, супер-сюжетного поворота не было, по крайней мере, я сейчас не помню. Ну и стиль, конечно, у первой Kings Bounty был такой, знаете, более мультяшный, красочный, детский, такой, знаете, сказочный, вот это самое подходящее слово. Во второй части героев у нас также три, как и в оригинале. Бывший рыцарь, воин Айвар, маг Катарина и паладинщица, паладинка, паладинесса, в общем, Эльза. Вот такие герои, в зависимости от выбора персонажа, немного меняется стиль вашей игры в сражениях, плюс появляются уникальные реплики, у каждого персонажа они особенные и отражают какие-то черты характера. С геймплейной точки зрения все тоже довольно сильно поменялось. Во-первых, разработчики изменили вид камеры, и теперь мы гуляем от третьего лица, как в каком-нибудь Ведьмаке. Смотрится это довольно круто, игру даже по скриншотам сразу не узнать, и вот можете сравнить сами. Здесь, конечно, видится очень большая проделанная работа по сравнению с предыдущей частью. Если в оригинальном Kings Bounty диалоги даже озвучены не были, да, с персонажами, то здесь с каждым героем получается какая-никакая увлекательная беседа. Не все реплики, конечно, без скринжа и без каких-то таких странных моментов, но они все озвучены, как я уже сказал, с каждым персонажем интересно общаться так или иначе, и много голосов при этом добавлено, по крайней мере, из-за моей часы прохождения голоса персонажей не повторялись, или, может быть, у меня просто слух плохой, я сам не знаю, честно говоря. Блуждать по окрестностям вполне приятно, локации красивые, интересные, графика, в принципе, тоже соответствует, но поменялась очень сильная рисовка игры. Если в первой части все было, знаете, так нарочито, залито яркими красками, то здесь все так мрачно, сурово, и это сделано, по словам самих разработчиков, чтобы отойти от более детской версии, потому что аудитория старых игр повзрослела, и ей нужно что-то новое. Вот я не очень уверен насчет этого дизайнерского решения, потому что сам влюбил легенду о рыцаре, именно за пестрые краски, яркость, и, я бы даже сказал, за такую праздничную, душевную атмосферу сказки, какой-нибудь, знаете, чисто русской, славянской сказки. Да, здесь вот все как-то ощущается блекло, может, так и задумывалось, но у меня возникает ощущение, что я просто играю в какую-то очередную ролевую игру про средневековье, а не в King's Bounty. Ну, это, конечно, на вкус и цвет вам решать. Графика, с технической точки зрения, если говорить, она более-менее окей. Добавляет ли этот новый угол 3D-камеры какие-то особенности геймплея? Да, добавляет, но не могу сказать, что новые элементы эти интересные. Теперь вас заставляют выполнять самые базовые, скучные квесты, какие вообще могут быть в ролевых играх. То вам надо какие-то там факелы зажигать в нужном порядке, то там искать надписи на стенах, то вот классическое «Принеси, подай, отнеси, забери». «Бери, это принеси обратно, это отвези туда» и так далее. «Палку вставь туда, камень выкини». Ну, в общем, это просто вот все, знаете, такой обычный симулятор Delivery Club или Яндекс.Еиды. Большинство квестов, которые я проходил, они как-то чем-то особым не выделялись и особо не запоминаются. По сути, просто какое-то решение проблем местных NPC, которые не могут позаботиться о себе сами. Опять же, в защиту надо сказать, что в оригинальной, как я вспомню, эти квесты тоже не были офигеть какие интересные, но, опять же, игра была другого уровня, бюджетик тоже был другой. И 2009 год, а не 2021, как сейчас, когда выходит вторая часть. В этот раз видно, правда, что разработчики решили побольше поработать над лором, но и подается он в стиле такого, знаете, с места в карьер. Придется очень много читать книжек, заметок и так далее, потому что сразу вы как бы не совсем понимаете, что вообще происходит, и вот как этот мир вообще взаимодействует и развивается. Написано, конечно, надо сказать, все красивым языком, но первые пару часов сюжет действительно в голове клеится достаточно плохо. Нас кидают на 100-500 вещей сразу, и многие из этих вещей являются не очень значимыми для главного сюжета. Это я про квесты вот из разряда «Падай, принеси». Никакой-то особой свободы или по-настоящему открытого мира в игре тоже нет. Все расписано и заранее заскриптовано. Плохо или нет решать вам. В оригинальной Kings Bounty так тоже было, и в целом я бы не сказал, что эту игру прямо портит. Но просто лично мне не особо понятно, зачем вообще нужен этот вид от третьего лица в таком случае. В «Легенде о рыцаре» вариантов в диалогах тоже не было. Вернее, они, конечно, были, но, как правило, мало на что влияли, потому что разговор идет в одном и том же русле, при любом прохождении. Разница только в классе персонажа, и здесь абсолютно все так же во второй части. Но вот есть одно большое «но». Большим плюсом является новая система талантов. Теперь у вас есть вот четыре варианта выполнения квеста. По сути, не всегда все четыре, но вот есть у вас такая вот система. Ветка талантов, которая делится на силу, анархию, порядок и искусность. Раньше было три ветки, там была тоже сила магия и сила паладина, как так называется, я сейчас не помню уже, там был зеленый, красный, синий цвет. И здесь в новой части, теперь у вас их четыре, в зависимости от ваших прокатчиков и умений, вы можете решать квесты по-разному. С одной стороны, это прикольно, это, кстати, действительно очень ощущается по-новому и интересно, но с другой стороны, как вы понимаете, если у вас выполнение квестов и награды за них привязано за определенную какую-то игровую механику, вы в какой-то момент начинаете не отыгрывать вашу роль и выбирать моральные решения, а вот начинаете играть так, как вам удобнее вкачивать вашего героя. Одной из самых неприятных механик геймплея и вообще, наверное, главный минус в старой Kings Bounty, это постоянная нужда пополнять армию после сражений. Подрались со скелетами в одном углу, потеряли пять рыцарей. Ну, давайте через полкарты скакать куда-нибудь в местную таверну, чтобы их докупить. И вот так по кругу. Это напрягало, но это как бы была часть игры, тратило это много времени, но от нее нельзя было как бы никуда деться. Здесь эта проблема частично решена, теперь за монеты после битвы воинов можно воскресить, но если денег не хватило, извольте путешествовать. А вот путешествие в этой игре это, конечно, уже попа боль. Перемещения медленные, персонаж бегает так вяленько, анимации топорные местами, а чтобы собрать какой-нибудь лут или сундучок, нужно всегда сладить с вашей лошади. Я бы сказал, что это все в целом, конечно, не сильно бесит, но вот ощущается проблема старой части, игра просто большими кусками пожирает и заглатывает ваше свободное время на вот эту всякую бесполезную рутину, которую хотелось бы сокращать как можно больше. Вот ощущение, что она существует просто, чтобы добавлять часы геймплея. Может быть, она существует, чтобы, так сказать, погружать вас больше в игру, но опять же, тут возникает проблема с миром, с диалогами, с персонажами, из-за того, что погружения нет по первой причине, из-за того, что я назвал, все вот это лишнее время только раздражает. Отдельно еще нужно отметить не очень-то удобный интерфейс. У меня и практически у всех людей, вот чьи отзывы я читал в Steam, есть очень такое острое, жгучее ощущение в пятой точке, что игру делали под консоль и только затем портировали на ПК, что, конечно, в плане управления ощущается очень неприятно. Что хорошо в Kings Bounty 2, так это сражения. Здесь все более-менее сохранилось в том виде, в каком была оригинальная игра, и при этом случайных сражений тут нет. Каждая карта уникальна и, по сути, представляет из себя небольшой сценарий со своими сложностями. По крайней мере, я особых сход за свои битвы не замечал. Каждому сценарию нужно, естественно, выбирать какую-то тактику прохождения. Иногда приходится заранее подбирать армию, и тут все как раньше. Юниты работают в паре, скелетов с вами поставить нельзя, будет минус мораль. У каждой единицы есть свои особенности, там какие-то бафы против одного вида юнитов, и там, допустим, какие-то дебафы против определенного урона, спеллы, магия и так далее. Если говорить кратко и вообще без подробных деталей, об этом можно говорить очень долго, как Kings Bounty этим славилась, вот именно этой пошаговой системой сражений. Но если говорить все-таки кратко, боевая система очень интересная, играть сами сражения круто, весело и интересно. Но есть, опять же, одна деталь, даже две. Во-первых, сражение стало, мне кажется, поменьше, очень много диалогов в игре появилось, очень много квестов и подобного. Мне кажется, раньше их было в разы меньше. И вторая деталь — это интерфейс. Окна тут иногда налазят друг на друга, информация подается тоже как-то вот скомканно и вообще не всегда интуитивно понятно, даже что происходит на поле боя. Но, конечно, там через часик-два игры вы научитесь, это в принципе не страшно. Важно отметить, что игру до конца я не прошел, и я не могу морально позволить себе давать какой-то полноценный вердикт. Но если кратко описать вот мои впечатления, мои ощущения от геймплея, это просто не похоже на Kings Bounty. Ну вот нет той атмосферы, того шарма и вообще тех, и даже веселых диалогов, которые были в ней. Вот просто ощущения, не те, друзья. И все. Вот как будто у вас забрали ребенка в роддоме, и через 10 лет приносят другого и говорят, что это ваш сын. Вот такие вот примерно ощущения у меня. Может быть, я просто действительно вырос, может быть, знаете, я наоборот застрял и заводился своей шарманкой в стиле «А вот раньше было лучше, мороженое по пять копеек» и так далее. Но я говорю как фанат старой части и действительно вот у меня нет в голове такой ассоциации, что вот это продолжение игры детства. Вот просто нету ее. Но давайте, конечно, говорить более объективно. В игре много хороших нововведений, но при этом все они, к сожалению, отягощены неприятными проблемами. Будь то какой-то неудобный интерфейс, медленные анимации или просто странные геймдизайнерские решения. Создается впечатление, что разрабы действительно хотели сделать хороший продукт и они действительно искренне пытались. То есть это не, знаете, какая-то вот штука, которую сделали спустя рукава. Но при этом видно, ну или может быть создается такое впечатление, что у них как будто не было того опыта и насмотренности, которая нужна для таких игр. В общем, моя оценка такая, друзья. Если рассматривать ее как продолжение к X-Bounty, то вы вряд ли будете довольны. Если смотреть как на отдельную игру, она более-менее окей. Не прям плохо, но и хорошая, и прям так отлично ее назвать не могу. Можно поддержать российского разработчика. Это, наверное, одна из самых хороших, качественных российских игр, отечественных игр за последнее время. Но я не думаю, что эта игра прям будет особо успешной, особенно на мировом рынке, особенно в конкуренции с другими проектами, а не отечественными, естественно. Потому что она выглядит как ролевая игра, которая должна была выйти 5-7, а то и 10 лет назад. И, соответственно, просто не выдержит конкуренцию с чем-то более серьезным. Но, конечно же, друзья, решать вам. Это было мое субъективное мнение. Простите, если оно слишком критичное. Могу ошибаться, конечно, но надеюсь на вашу лояльность и на... Очень интересно будет также узнать ваши первые впечатления, не претендуя, опять же, на 100% корректность. На этом я откланиваюсь. Понравилась ли эта игра вам? Будете ли вы ее брать? Обязательно пишите в комментариях. Обязательно пишите, играли ли вы вообще в первую часть в «Легенду о рыцаре» и хотите ли видеть видео по ней? У меня на этом сегодня все. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Желаю вам всего хорошего. Всем удачи, всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok